Методика, которая представлена в стандартных спортивных единоборствах, в различных техниках самообороты, вначале начинается с голых рук, потом, после долгого лет занятия, например, аркидо, дзюдо, джоу-джитсу, венчунь, переход, работа с оружием. Но в древности воинское искусство в армии всегда начинали обучать военных с оружием. И данная техника, она присуща как филиппинским боевым искусствам, так русским боевым воинским искусствам, потому что это военная техника, то есть совершенно другой поход. Мы вначале на примере нож против ножа делаем защиты, затем делаем защиты уже нож голые руки, и затем голые руки, голые руки. То есть эта техника гораздо эффективнее, гораздо быстрее, и она дает, плюс ко всему, это уже элементы прикладной психологии, тем более, если уже в дальнейшем, с настоящим оружием мы начинаем работать. То есть мы до этого сейчас разобрали блок, когда был нож против ножа, теперь то же самое, нож, руки, голые руки против ножа. И закончим голые руки против голых рук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, и обратно пошел. Нож обязательно как бы входит. Если ведешь этот самый боковой, значит боковой. Значит здесь, значит здесь, и значит здесь. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это работа в расслабленном состоянии и на первых этапах на медленных скоростях. Это вот как обучение в вождении автомобиля, или же это в неких комплексах тайчи или цигун. Совмещение движения, дыхания, сознания. Например, я первый комплекс делаю на маленькой скорости, да, то есть начинаю опять движение на выдохе. Второй раз я чуть-чуть скорость увеличиваю. Раз, два, три, пять, шесть. Затем, ну это не значит, что даете на максимальный, может быть, сяды потом, конечно, выход уже, выход уже надо работать на максимальную скорость. Мы начинаем со сверхмалой скоростей, так как в реальности мы работаем с настоящим оружием. Давайте, поехали. Теперь смотри, независимо от того, вот сейчас вот начинаю, я тут что-то, ну, проводи. Раз, проводи, проводи. И еще раз. Я стараюсь из этого угла, из этого угла уходить. Он что, не зажал? Он зажал угол, да, но я начал, я начал уходить. Это вот как боксеры кого-то другого, чтобы угол не забирали. Самое главное, если ты начал, ты начинаешь двигаться по кругу. Давай. Медленно, из дыхания, я делаю выдох, ты на вдохе принимаешь, на выдохе отдаешь. То есть, выдох ведем через кончик ножа, чтобы постоянно работало дыхание. То есть, мы при этом сейчас попробуем еще включить оздоровительный энергетический режим. То есть, любое движение от себя идет выдох, к себе идет вдох. Вдох идет через нос, выдох идет через нос. И вот это такой парный комплекс, если в данном случае мы энергию не тратим, мы ее, наоборот, набираем. Мы можем, то есть, смысл какой? Вот как на самом деле отработка? Многие неправильно делают, когда работают очень медленно, неправильно быстро. Допустим, ты поработал минуты две, три на малом вот этом ключе, а потом раз, два, быстро же пришел, и обратно на медленный. Смысл в том, что в зимнее время мы начинаем машину прогревать на малых оборотах. И вот мы прогреваем нашу физику, нашу психику прогреваем, нашу энергетику запускаем, и обратно, когда мы из занятий выходим, мы обратно переходим на малые скорости. Вот идея такая была, такого психофизического, энергетического тренинга. Дальше. Самое главное, самое главное, у тебя рука не должна оставаться в каком-то положении, да? Как нету остановки здесь, как она возвращается, в первичном случае мы отрабатываем движение по кругу. Если она у тебя пошла, она, значит, должна вот этот круг, он должен заканчивать и приходить обратно в домик. Откуда движение начинается, куда возвращается. Иначе ты открываешь. Да? Вот сейчас. смотри, если ты чувствуешь, он даже приходит, рука сразу расслабляется, сразу как бы уходит, и ты тело уходит. То есть, вот сюда, куда-то оно идет, проводи, вот смотри. То есть, же вот оно, смотри. То есть, вот это блок. Проводи еще раз, да? А вот это, то есть, посмотри, сейчас возьми, будешь? Проводи у меня, да? Проводи. Прямой предыду, там, ли? Нет, нет, сверху, сверху. Как держался. То есть, вот так, да? Смотри, и вот так, более пожестче проводи. Ты видишь, вот это блок. еще еще то есть посмотри еще то есть для чего это нужно я глазами не всегда смогу отследить нож но через тело это зрение центральной системы сигнала будет 0 1 0 3 секунды я даже выставляю я просто выставляю контакт но рука не напряжена она мне подсказывает куда сразу брать если ты даже какой-то прием не получается даже у тебя тебя сразу рука расслабляется локоть сразу подтаскивается все происходит скрутка и уход свиней огня в дальнейшем напряжение расслабление напряжение на момент удара когда мы мы расслабляем но самое главное то чтобы тело ушло очевидно подчередно вот например провали боковом боковой и пойдет вот сюда да сейчас для начала перекрывать удары для начала мы делали левой рукой мы будем делать правой рукой сейчас прямой один прямой 2 еще раз и 2 2 и сразу до тебя и сразу wa'u-go и раз 2 левая, правая, левая, правая. Вот это стойка левши, вот это стойка правши. Проводим раз и проводим два. Видишь? Идет еще раз. Раз и сразу два. Смотри со стороны. Раз, два, раз, два. Видишь? Вот мой локоть выстроен по линии оси моего позвоночника, а тело-то уходит, ножки работают. Идея понятна? Раз, два, раз. Понятно? Нет, я понял. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Вот. То есть ничем не меняется. Все то же самое. Сейчас просто держи в статике. Вот центральное устрение. Вот ушел контроль в районе запястья. На самом деле это могут быть удары, дальнейшие еще что-то. Вот уход, уход вот сюда. Но руки всегда расслаблены, да, чтобы они могли обыграть, чтобы он нам руки не подредал. С одной стороны и есть структура, есть мягкость и жесткость. Переходы с мягкой на жесткой. Я чувствую твою жесткость, чувствую через твою руку, жесткость, жесткость твоей руки, жесткость твоей, да, более, более вот сюда, посмотри, да, проводить. Руки, они как веревки, они как веревки, липкие руки, липкие руки. Если будет жестко, он сразу будет подрезать. Вот дерево, дерево ветки, ну или палки, они просто режутся. А здесь руки как вода. Они, да, 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 вот, вот, вот чувствуется. Сколько, сколько ты занимался? Сколько? Да, во Вьетнаме сколько ты занимался? Четыре года. Четыре года. Как называлось направление, чем ты занимался? Просто венчунь. Венчунь. Ну, вот, венчунь, да. Только на этот венчунь мы накладываем, ну, грубо говоря, мы накладываем специфику и накладываем мастерство. Как вот зажигание в машине выставляем, делаем мастер-класс к этому венчунь. Раз, два. То есть, смотри, у меня в данном случае, да, то есть, я ее, ну, конечно, могу ее, да, то есть, смотри, проводи сейчас, да. То есть, конечно, я могу ее переводить в дальнейшем. Мы, опять же, видишь, даже вот здесь я выстраиваю плоскость, да, чтобы он меня, то есть, эту плоскость я буду, как бы, обходить и где-то забирать. То есть, смотри, вот это идет выдох, все делаешь на выдохе, смотри. Рука пошла, идет вдох. Подымается вдох, опускается выдох. Вдох идет через нос, выдох идет через руку. На самом деле, выдох энергии идет через руку, да, ну, в дальнейшем. Мы немножко подключаем, как бы, ментальное восприятие. Туда же стеночки отходите. Хорошо, поменяемся. Поменяемся. Почему? Вот так. Самое главное, если это правильно, чтобы тело уходило в плоскость. Смотри, я показываю, такой бесконтактный буль. Это уход с линии огня, с линии атаки тела, и руки не подключаем. На первых этапах, когда человек подключает руки, а руки на 25%, пальцы, это мозг. Вот человек включается в сознание, и очень долго нужно наработать этот алгоритм движения. Я остался, да? Еще раз, да? И ведешь. А вот потом, и проводим ваш штанат. Вот. А потом уже я начинаю подключать руки. Я вот сейчас проводим. Работаю одной рукой. Вот. Работаю второй. Работаю двумя ногами в дальнейшем. То есть, смысл в чем фишки? Вот как раз вот эта начальная основа так называемого бесконтактного боя, который некие дебилы в интернете смотрят и не понимают. То есть, это уход с линии огня, с линии атаки. То есть, когда руками мы ничего не делаем. Мы просто встраиваемся, встраиваем все тело в плоскость. И вот вы сейчас на этом начинаете работать. Тело уходит, его сознание расслабляется, а руки потом только начинают небольшой контроль делать. Это как игра, кошка с мышкой. Да, получается. То есть, ты хочешь, твоя задача, его коснуться. Но только ты не тянешься. То есть, ты движение выполняешь. Раз, я прорезу. Раз, раз. Плюс ко всему, я начинаю еще немножко на противоходе качать маленький. То есть, я, если ушел, и я еще телом выставляю плоскость. Не стою прямо. Не знаю. То есть, раз, ты посмотри. Раз. А на самом деле, в дальнейшем, я буду как бы входить уже, да? То есть, конечно, не будет такой, говорят, кошки-мышки. И вообще, тяжело сказать, как оно будет. Непонятно все это будет. Да, может быть, очень долго, очень быстро. Может быть, как говорится, ответы и решения находим сами. Весь здесь, парень, стоп. Ты так, да. Теперь смотри. Вот, допустим, здесь. Здесь я выстраиваю. Здесь. 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 Вот. 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 Можно прижать. Да. То есть, да. Еще больше, еще больше немножко расслабить тело. На. Считай, руки связали. Негодяй. Здесь. Продолжение следует...